Вредные советы начинающим аквариумистам. Меня зовут Александр, канал Аква-Псих и поехали! Покупайте самый дешевый и большой аквариум с самыми тонкими стеклами, не более 3 мм. Такой-то дом будет легче затащить. В морально устаревших старых книгах привезены какие-то таблицы расчетов толщины стекла в зависимости от количества литров, но это все чепуха. Сейчас стекла делают прочнее, чем раньше. Вообще раньше все было хуже и сложнее. К тому же в этих таблицах без пол-литра не разберешься, а нам еще аквариум устанавливать. Установите аквариум на тумбочку. Специальная тумбочка под него лишь не трата денег. Вполне сойдет старая тумба из-под невецкого гарнитура на тонких и сжачанных ножках. Если нет тумбочки, подойдет кухонный стол. Очень модно смотрится 200-литровый аквариум на журнальном столике. Поставьте аквариум посреди комнаты, чтобы его было видно со всех сторон. Рыбки любят повышенное внимание к себе, поэтому если мимо аквариума все время будут ходить взрослые и носиться дети, ваши любимцы будут на седьмом небе от счастья. Всякие фильтры, компрессоры, помпы, обогреватели, аквариумные светильники и прочие приблуды придумали буржуи, чтобы содрать с вас побольше денег. Не покупайте их ни в коем случае. Аквариуму вполне хватит света и тепла от окна и настойной лампы. Настойную лампу к аквариуму обязательно прикрутите скотчем или лучше с синей изолентой. Купив аквариум, тут же налейте в него воды из-под крана. Лучше горячий. Насыпьте грунт, не перепутайте. Сначала льем воду, потом насыпаем грунт. Грунт, как кислоту, нужно помещать в воду, а не наоборот. Грунт нужно набрать в ближайшей песочнице во дворе. При этом не вздумайте вынимать собачьи кокули. Это же такое ценное удобрение. Промывать грунт нет необходимости. Он и так чистый. А промывая его можно засорить в унитаз. Вообще многие советы промывать грунт, варить коряги пришли к нам из старых книжек, которые уже давно морально устарели. Если же вы решили все-таки приобрести грунт, то покупайте разноцветный. Тем больше цветов, тем лучше. На грунт положите все, что у вас есть в доме для красоты. Ракушек, фарфоровых кисок и собачек, детских пластмассовых уточек, подсвечников, вазочек. Не бойтесь перебащить, знайте, тем больше уточек, тем однее будет ваш аквариум. Если есть лишние деньги, купите в магазине Затанувший Танкер. Он придаст вашему аквариуму особый шарм и индивидуальность. В аквариуме обязательно должна быть коряга. Оторвите во дворе еловую ветку, она так приятно пахнет, и засуньте ее в аквариум. Валить коряку не нужно, да и не в чем, да и лишняя трата времени, чтобы она не всплыла, приклеить ее моментом к подсвечнику. Если все помутняло так, что даже не видно ваших фарфоровых собачек, не беда, осядет. Купите красивых искусственных растений. Если на растения денег жалко, бегом в соседний пруд за Элладей и Канадской и Роголесником. Это такая красивая травка. Особенно ценные экземпляры обрушить черными волосками. Они будут давать рыбкам кислород. Там же можно и нужно набрать улиток. Увидите пиявок, тоже берите. Они очень полезны, не зря же их применяют в медицине. Значит, в аквариум пиявок нужно побольше. Если вам кажется, что растений мало, смело сажайте в воду все ваши комнатные растения. Хрофитом, традесканцию, бегонию, алоэ, кактусы. Эти вы убьете сразу двух зайцев и аквариум украсите. И поливать растения не нужно. Растениям нужно удобрения, но одних собачьих каках маловато будет. Не покупайте модных и дорогих удобрений для аквариума. Это опять бужуи на нас наживаются. Вполне подойдут садовые анмиачные селитра и суперфосфат. Сыпьте их от души. Пусть у нас будут настоящие джунгли. Когда растения и картосы разрастутся, заполнят весь аквариум. Увидеть, что такое настоящий голландский аквариум. Кроме того, растениям нужны какие-то микроэлементы. Нужны так нужны, черт бы с ними. Насыпьте сразу 10 таблеток этих микроэлементов. Пусть они подавятся. Тут же идите покупать рыбок. Не слушайте всяких знатоков о том, что в воде нужно отстояться 2 недели, дождаться какого-то баланса. И это же звереть можно столько ждать. В морально устаревших книжках так и сказано, что какой-то там отстоять в воду, подождать. Но тогда вода была грязная. Рекомендую следующих рыбок. Пираний, дискусы, хромисов, скалярий, гуппи, кардиналов, неонов, барбусов, телескопов и золотых рыбок. Остановцев нужно взять штучек 10. Они так красиво плавают с тайкой. Не забудьте купить сама присоску. Лучше побольше, наподоба парчового сама. Он будет рыбик какую-ли подъедать и чистить аквариум вместо вас. Очень красиво и модно смотрятся глошные рыбки. Карамельки там всякие. Обязательно их купите. Вообще покупайте все, что вам нравится. Байки о какой-то совместимости придумали непрофессионалы и пришли к нам опять же из старых морально устаревших книжек. Ваши рыбки будут жить вместе и обязательно подружатся. Особенная дружба возникнет между золотыми рыбками и барбусами. А странуцы просто обожают гуппи и неончиков. При покупке рыбок не стесняйте себя в средствах. Берите самых дорогих рыбок. Поразите их своих знакомых. Скажите так небрежно. А это у меня псевдобрахиутрофирус щекельбругера. Привезен из Африки. 300 баксов отдал. Но не жалею. Если псевдобрахиутрофеуса нету, смело показывайте на гуппи. Все равно они в рыбках не шарят. Берите много рыбок. Много рыбок. Это красиво. В аквариуме 50 литров вполне можно запустить штучек 100. О, 10 останутся, 10 скалярий, 10 неонов, 10 сомиков. Вообще берите все по 10. По фэншуу 10 это счастливое число. Выпустите рыбок в аквариум. Вуньте их руками из банки. Аккуратно протрите каждую тряпочку из фэри. От грязи. И выпустите их в новый дом. Им там обязательно понравится. Вы это сразу увидите, потому как они дружно попрячутся в танкер. Часть из них, конечно, перевернется к верху брюшкам. Но вы не пугайтесь. Это как кошки, которых вы гладите. Они переворачиваются к верху пузикам от удовольствия. О, кормление. Вред о том, что рыбок нужно кормить каждый день, придумали буржуи. Чтобы впарить побольше своего дорогущего буржуйского корма. Вообще не берите у них корм этот буржуйский. Выпейте лучше нашу отечественную сушеную дафню и гомарус. Они очень полезны для детей и страдающих аллергией. Рыбок можно кормить раз в неделю. Но корма нужно засыпать много. Примерно спарить с толщиной по поверхности. Побалуйте своих любимцев. Если после покупки рыбок денег на гомарус и дафню не осталось, кормите рыбок всем, что едите сами. Хлебом, колбасой, солеными огурцами, квашеной капустой, мариновинами грибочками, сыром, чебуреком, шавемами, вимаками, хот-догами, салатами оливье. Да и так далее. Если вдруг рыбки заболели, но у вас же они не заболеют никогда, вы же все правильно делаете. Лечите их солью. Соли нужно сыпать побольше. Примерно одну пачку соли на 10 литров воды. Ни в коем случае не сыпьте мало соли. Помните, кашу маслом не испортить. А аквариум с солью. Пусть там все хорошенько просолится. Особенно любят соли, соломики и неончики. Если каким-то образом у вас все же случайно умерли все рыбки, тут же бегите с претензиями в магазин, где вы их купили. Там наверняка продали вам больных рыбок. Вообще, все продавцы специально продают больных рыбок. Чтобы они у вас умерли, вы их снова покупали. Вот такая буржуйская хитрость. Поэтому смело качайте свои права в магазине. При необходимости ссылайтесь на данное краткое пособие. Включите ему данный видос. Кричите, возмущайтесь и говорите, что вы сделали все правильно. Если у вас дома есть книжки по аквариумистике, немедленно их выкиньте. Старые книжки морально устарели. А новые пишут всякие идиоты. Ведь хотя бы то, что якобы перед тем, как запускать рыбок в аквариум, нужно ждать аж целые 2-3 недели для какого-то там биобаланса. Бред вообще. Вода это же не пиво. Да, не нужно доливать пины после отстоя пива. Те, кто постарше, помнят, был такой лозунг в наших пивных. Требуй долива пины после отстоя пива. Данным руководством поделитесь со всеми своими знакомыми и друзьями. Пусть они тоже воспользуются этими советами и заведут себе аквариум. Это ж так просто. А с вами был Александр, канал Аквапсих. Увидимся в следующих видосах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok